Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В связи с тем, что Outlook является одной из программ пакета Microsoft Office, он является одним из наиболее популярных почтовых клиентов среди пользователей Windows. Но в последних версиях Outlook уже перестал быть простым почтовым клиентом. С его помощью деловой человек может управлять своим календарем, вести заметки и создавать контакты. Так, активное использование почтового клиента предполагает хранение в нем больших объемов ценных данных. Где же они хранятся и как защитить их от удаления? PST и OST файлы данных Outlook Outlook хранит электронные сообщения каждого почтового аккаунта в PST или OST файле. Если вы уже какое-то время используете Outlook, то наверняка слышали о файлах PST. Каждый ящик электронной почты в Outlook имеет собственное хранилище данных в виде файла формата PST, в котором сохранены все письма и переписки, отметки календаря и напоминания. Данные файла PST могут быть сжаты и зашифрованы или нет, в зависимости от осуществленных настроек. Возможно вы обращали внимание на то, что чем больший объем данных сохранен в PST файле, тем медленнее начинает работать почтовый клиент. Время от времени Outlook предлагает архивировать более старые сообщения, чтобы уменьшить данные явления путем загрузки меньшего объема данных почтового клиента при его запуске. Также в папке данных Outlook вы могли встречать файлы с расширением OST. OST файлы имеют схожую функцию с PST файлами, но используются как временное оффлайн хранилище электронной почты. Смысл в том, чтобы пользователь мог пользоваться сообщениями из файла OST во время отключенного email сервера, отсутствия интернет-соединения. А после возобновления связи Outlook все синхронизировал. То есть, по PST файл создается Outlook в случае сохранения всей электронной почты и переписки на локальном компьютере. А OST файл при работе с хостами электронной почты, которые сохраняют все данные электронного ящика на удаленном сервере, например, Gmail или Outlook.com или другие. В таком случае OST файл просто содержит локальную копию данных вашей электронной почты. Но не обязательно. Многое зависит от версии конкретного почтового клиента, а также используемого почтового ящика. Иногда все данные почтового ящика хранятся только в одном файле – OST. Где хранятся файлы данных Outlook? Место хранения файлов с данными Outlook зависит от версии программы. Например, Outlook 2007 и 2010 по умолчанию сохраняют PST и OST файлы в папку AppData. Начиная с Outlook 2013 место расположения PST файла изменилось и теперь они стали храниться в папке «Документы». Так Outlook 2013 и 2016 сохраняют PST файлы в следующей папке Диск «С», «Users», «Имя пользователя», «Documents», «Файлы Outlook». Увидеть папку хранения PST или OST файла конкретного аккаунта можно также с помощью самого Outlook. Для этого перейдите в меню «Файл», «Настройка учетных записей». В окне «Настроек аккаунта» в закладке «Файлы данных» выберите аккаунт, который необходимо просмотреть, если их несколько, и нажмите «Открыть местонахождение файла». Outlook откроет окно проводника и покажет папку, в которой хранится PST файл или OST файл, если данным аккаунтом используется такой. У вас может возникнуть вопрос, зачем же восстанавливать файл данных почтового клиента Outlook, если после его переустановки все равно все данные синхронизируются с почтовым сервером. И вы частично будете правы, так как большинство данных остается на сервере. Однако многие элементы хранятся на компьютере. К ним относятся, например, календарь, контакты, задачи, архивы и другие локальные папки. Иногда возникает необходимость создать дополнительные файлы данных. Если интернет-почтовый ящик почти заполнен, вы можете экспортировать некоторые элементы в файл данных Outlook . Эти файлы также можно использовать для создания архивов, файлов проектов или резервных копий из любой учетной записи Outlook. И такие файлы данных Outlook сохраняются на компьютере в папке документы файлы Outlook и не синхронизируются с почтовым сервером. Это могут быть большие объемы важных данных. Восстановление файла данных Outlook в случае его удаления или утери. Допустим, у нас есть синхронизированный с электронной почтой почтовый клиент. В нем есть входящие и исходящие сообщения. Заметки календаря, контакты, поставленные к выполнению задачи, возможно даже заметки или другие папки. Если таким пользователям удален или утерян файл данных Outlook, PST или OST, случайно, в результате форматирования диска, на котором он хранился или в случае переустановки операционной системы, то после повторной синхронизации с почтовым сервером будет следующая картина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть синхронизируются только данные с почтового сервера. Вы не увидите данные, которые хранились локально. Архивы, заметки календаря, контакты, поставленные к выполнению задачи, возможно даже заметки или другие папки. Чтобы восстановить такие данные, сделайте следующее. Просканируйте жесткий диск компьютера с помощью Hetman Partition Recovery – программы для восстановления данных. Проверяйте с помощью программы в папку, в которой хранился файл данных Outlook. Или найдите необходимый файл, используя функцию поиска. Не забывайте, что они могут быть разными и храниться в разных папках, о чем я рассказывал ранее. В моем случае это один OST-файл. Восстановите нужный файл данных. Импортируйте установленный файл данных в Outlook. Как можно увидеть в мастере импорта и экспорта данных файлов и параметров Outlook, импорт данных возможно осуществить только из файла PST. То есть в том случае, если вашим почтовым аккаунтом используется файл данных OST, он не сможет его импортировать в таком виде. Для этого необходимо будет конвертировать OST-файл в PST-формат. С помощью встроенных в Outlook инструментов осуществление такой конвертации не предусмотрено. Для этого воспользуйтесь сторонним программным обеспечением. Есть как сторонние приложения, так и онлайн-сервисы. Хотя многие себя и позиционируют как бесплатные, но скажу сразу – таких нет. Но некоторые производители предлагают пробный период, в течение которого можно бесплатно воспользоваться функциями конвертации OST в PST. Как пример, можете воспользоваться программой OST-to-PST Converter от CoolUtils. У нее есть 30-дневный пробный период. Ссылка будет в описании. Итак, чтобы конвертировать мой OST-файл в PST, запускаю программу. Указываю путь к моему восстановленному OST-файлу. Вперед! Можете выборочно указать данные, которые необходимо конвертировать. Вперед! Укажите папку и название для нового PST-файла. Старт! Все! Процесс конвертации завершен. Закрываем конвертер и снова пробуем импортировать уже PST-файл в наш почтовый клиент. Если же ваши данные Outlook хранились в PST-файле, то вам повезло. Достаточно будет его просто импортировать в почтовый клиент и дождаться синхронизации. После окончания синхронизации в почтовом клиенте отобразятся все утерянные данные. Отладка поврежденного файла данных Outlook Если в процессе использования или после восстановления файла данных, Outlook начал работать заметно медленнее или сообщать о наличии ошибок, то причиной этому может быть поврежденный файл данных. Способ хранения данных почтового клиента довольно надежен, но иногда данные файлы все-таки могут быть повреждены. Это не означает, что ваши данные в таком случае будут утеряны безвозвратно. Иногда достаточно запустить встроенное средство восстановления папки входящие. Средство восстановления папки входящие или ScanPST.exe просканирует и восстановит файл личных папок, обнаружив и исправив ошибки поврежденного PST или OST файла. Инструмент ScanPST расположен в папке установленной программы Outlook. Disk C Program Files Microsoft Office 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 16 Чтобы запустить его, достаточно кликнуть на файле ScanPST.exe дважды. Укажите место расположения OST или PST файла и выберите его. Если инструмент ScanPST обнаружит ошибки в указанном файле, то он предложит его восстановить. Обычно после этого Outlook перестает показывать ошибки и продолжает работать нормально. Если вы хотите узнать, что же именно было отлажено в процессе восстановления файла данных, найдите в папке, в которой сохранен восстанавливаемый файл данных текстовый файл с названием отлаживаемого файла данных PST или OST. Откройте данный файл и вы увидите в нем описание всех процессов восстановления файла данных. На этом все, если у вас после просмотра данного видео возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.